Русский север, край суровой природы, простота и вековая мудрость, озорная народная выдумка и традиции – все это отразилось в культуре русского севера. Столетиями рубили здесь умельцы из сосны и лиственницы, избы великаны, баньки и амбары, ветряные мельницы, восводили островерхие громады, шатровых храмов и маленькие часовни и церковки. Чтобы сохранить памятники этого искусства, показать все это многообразие, а также жизнь и быт северного крестьянства в прошлом, и был создан под Архангельском Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Карелы», мы отправимся в виртуальное путешествие по замечательному музею, который представляет собой энциклопедию народной старины Северного края. Это редчайший музей деревянного зодчества. «Малые Карелы» – наименование небольшой деревни в 25 километрах от Архангельска. Отвесный берег Северной Двины, в которую вливается река Карелка, заливные луга, леса и перелески, взгорья и долины – именно здесь все картины природы широкой области. Территория, занимаемая музеем, разнообразна по ландшафту. Здесь есть равнины, возвышенности, поля, овраги, болотистые низины, речка с обрывистыми и пологими берегами. Встречаются различные сочетания лиственных и хвойных деревьев, разнообразные кустарники. Особенность этого музея в том, что он был первым в России музеем под открытым небом, формирование которого велось на основе предварительных архитектурно-историко-этнографических исследований. Это не просто музей поморского наследия. Это неповторимый синтез ландшафта, памятников и народного искусства. Инициатором создания такого музея в 1963 году выступил главный архитектор Архангельской научно-реставрационной мастерской Валентин Алексеевич Лапин. Датой основания этнографического музея-заповедника деревянного зодчества на открытом воздухе в городе Архангельск считается 1964 год. Перевоз памятников начался в 68-м и в 74-м музей был открыт для посещений. В настоящее время на территории площадью почти 140 гектаров размещено 120 различных строений, даты постройки которых охватывают период от 17-го до начала 19-го веков. Это крестьянские усадьбы и дома, часовни и колокольни, амбары, бани и мельницы. Вознеслись к небу купола древних рубленных храмов и колоколин, разметали крылья ветряные мельницы, гордо выгнули шеи, кони над тесовыми крышами жилых и хозяйственных построек, живая повесть о быте и ремеслах северян. В музее собраны все типы деревянных ветряных мельниц, которые встречаются в России. Так богат ими был и русский север. Широко представлены хозяйственные постройки, амбары, бани, кузницы. Заповедник представляет собой комплекс малых деревушек. Всего здесь к показу подготовлено больше ста памятников, домов, храмов, часовен, мельниц, амбаров. В состав музея входят архитектурно-ландшафтная экспозиция «Малые Карелы», два музейных комплекса в центре Архангельска, дом коммерческого собрания и усадьба Марии Тимофеевны Куницыной, а также храмовый комплекс в селе Нионокса и Никольская церковь в селе Лявля. В декабре 2022 года «Малые Карелы» получили статус «Музея-заповедника». Проходя через красивые деревянные ворота, мы оказываемся как будто в ином измерении, полностью отрезанными от цивилизации. Перед нашими глазами появляется типичная деревня XIX века. Сам музей состоит из шести секторов – Поморский, Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский, Мизенский и Ивашский. Каждый сектор – это своеобразная модель северорусского поселения. Каждый сектор представляет собой архитектурный ансамбль, состоящий из церкви, колокольни, крестьянской усадьбы, ветряных мельниц, хозяйственных построек. Центральной частью Каргопольско-Онежского сектора и его главной достопримечательностью является Вознесенская церковь, перевезенная сюда в 1973 году из села Кушерка Онежского района. Построенная в 1669 году в форме куба, она имеет алтарь и паперть, к которому ведет крыльцо, и это одна из самых древних построек на территории музея. Рядом с церковью стоит колокольня Кушерецкого прихода, построена в 1854 году. Находясь в этом секторе, можно услышать ее колокольный звон. Суров климат на севере, и поэтому под одной крышей объединены жилые и хозяйственные помещения, а избы поставлены на высокий подклет. Дом зажиточной старообрядческой семьи Пуховых был привезен в музей в 1974 году из Каргопольского села Большой Халуй. Сам дом был построен в 1812. Архитектурные особенности дома и его декоративное убранство дают представление о северной красоте постройки, о быте и укладе жизни самодостаточного крестьянского хозяйства. Рядом расположен дом-двор Кириллова, построенный в конце XIX века. Судя по постройкам, семья тоже была не из бедных. Оба дома выделяются красивым и похожим декором оконных проемов. Дом-двор Третьякова, построенный во второй половине XIX века, как и большинство здешних домов, установлен на высоком подклете с примыкающим хозяйственным двором. Особенностью жилой части является глинобитная печь, топившаяся по черному. Печь не имела кирпичного дымохода. Высокий трапециевидный потолок не позволял дыму во время топки печи, остывая, опускаться ниже человеческого роста. Он уходил в специальное отверстие в стене, которое соединялось деревянным коробом с дымником-трубой на кровле. В избе были только необходимая утварь и мебель, врубленная в стены. Между Горенкой и Клетью, где хранили одежду и утварь, есть дверь в поведь. Здесь хранилось сено и орудие сельскохозяйственного труда. Из поведь и по лестнице можно было спуститься в хлев, расположенный на первом этаже. Переход в Мизинский сектор – это переход, спуск и подъем по деревянным лестницам и настилу через глубокий овраг. Мизинский сектор представляет архитектуру северо-востока области. Селения здесь располагались по высоким обрывистым берегам реки. Чтобы их укрепить, рубили подпорные стенки, на них делали деревянный настил. Сюда же ставили амбары, ледники, а ближе к воде – бани. Наиболее часто на Мизине встречались дома шестистенки. Самое главное украшение дома – крыльцо на витых и резных столбах с ажурной декоративной отделкой. Между Мизинским и Пинежским секторами деревушка из небольших изб, амбарчиков и колодца журавля. Это сезонное поселение Хорнемское, сверховьев реки Пинега. Жили в нем летом, в период сенокоса или во время рубки леса. В Пинежском секторе отражена архитектура Пинеги, самого крупного притока Двины. Здесь избы поставлены лицом к солнцу, в порядок. Перед домами или чуть в стороне – амбарный городок на высоких столбиках-стойках, по которым не могли бы забраться грызуны и бани. Самый большой и разнообразный в архитектурном отношении – Двинской сектор. На центральной площади – Георгиевская церковь XVII века из села Вершина Верхнепоемского района. В церкви восстановлен иконостас, выполненный в стиле барокко. Вокруг церкви – дома двинских крестьян разного достатка. Своеобразный и неповторимый облик музею придают ветряные мельницы. Всего их семь. Тут и мельницы столбовки на ряже, на раме, на стойках и мельницы шатровки. Двор Дом Русиновых – это дом крестьянина Старообрядца. Значительным событием XVII века был раскол Русской Православной Церкви из-за реформ, проводимых Никоном. Эти реформы вызвали неприятие как среди элиты общества, так и среди простого населения, в том числе крестьянства. Русский Север стал надежной защитой старообрядчества, сохранявшего старые церковные книги, архитектуру и обряды. В интерьере дома Русинова можно увидеть обобщенный образ старообрядческой культуры конца XIX – начала XX века. Одним из основных отличий жилья старообрядцев является наличие в доме отдельного помещения молельни. В особенностях обустройства дома наполнением его предметами было стремление создать условия, в которых человек существовал в до Никоновские времена. Именно старообрядцы стали хранителями древних традиций и во внешнем оформлении дома, и в устройстве внутреннего убранства, распространенного в XVII веке. Гордится музей еще одной своей экспозицией – северными колокольными перезвонами. Более 20 колоколов повешено на колокольнях. Набатный перезвон сопутствовал российского человека целую жизнь. В музее множество лет ведется работа по восстановлению умения игры на колоколах. В 1975 году музей первым возродил это древнее искусство. Во время фольклорных праздников далеко слышны традиционные северные звоны, перекликающиеся с веселым звоном бубенцов под дугой лошадей. Специальные выставки музея посвящены народному искусству Архангельской области, его истории и современному состоянию. Многочисленных зрителей собирают проходящие здесь фольклорные праздники, песни, танцы, сцены старинной свадьбы, яркие краски народных костюмов. Здесь выступают самодеятельные хоры и фольклорные группы почти со всех уголков области. В программы входят и катания на русских рысаках, празднично разукрашенных бубенцами, кольцами, лентами. Основная задача музея – сохранить для потомков неповторимые творения народной архитектуры, показать жизнь и быт русской северной деревни прошлого. Ежегодно музей посещает около 100 тысяч человек. Здесь возрожден годовой праздничный цикл календарных народных обрядов. Проводятся фольклорные праздники. Посетители могут принять участие в играх и забавах, отведать шаник и блинов с горячим чаем. И все это на фоне уникальных памятников народного зодчества и прекрасной северной природы. Музей является членом Европейской ассоциации музеев под открытым небом. Комплекс памятников включен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok